Терроризм сегодня такая же честь нашей жизни, как авто- или авиакатастрофы, как природные явления типа смерчи или ураганов. В конце концов, Амур тоже затопил Дальний Восток единственный раз в таких масштабах, как это происходило, и сто лет до того такого не было. Ну и что теперь поделать? Терроризм сегодня это явление и американской, и европейской жизни, уж тем более жизни евроазиатской, тем более, что Россия — это территория джихада. Джихад против нас давно объявлен, его готовы ввести тысячи, десятки тысяч человек, многие из моджахедов, которые сегодня воюют в Сирии, а еще вчера воевали в Ливии или в Мали. И поскольку территория России гигантская, а по определению закрыть можно сравнительно легко столицу, огромная страна, самой крупной в мире территории, не то что полностью не защищена, а ничуть, но на защиту нужно выделять совершенно другие средства. Необходимо восстанавливать отделы борьбы с этнической преступностью, отделы борьбы с организованной преступностью, все то, что закрылось. Необходимо резко усиливать работу с агентурой Федерального бюро ФСБ. Федеральная служба безопасности в данном случае опять-таки должна работать по низу, в первую очередь с агентурой, с превентивной работой. Наверное, нужно усиливать работу на транспорте, логистику. Мышь не должна проскакивать через автобусные терминалы, железнодорожные вокзалы. Да, наверное, нужно будет включать ту же систему борьбы с терроризмом, что в Израиле, когда человека проверяют перед тем, как он ходит на автобусную станцию или в вокзал. Я уже не говорю об аэропорту. Проверяют в том числе и на предмет наличия у него чего-то в багаже. Ничего страшного здесь нет, жизнь такая. У нас же не было когда-то автомобилей, не было автомобильных катастроф. Но теперь они есть. Продолжение следует...